Здравствуйте, дорогие зрители! Наши постоянные рубрики, не совсем постоянные, в последнее время. Ну да и ладно, гость в студии. Не так часто мы приглашаем к нам футболистов. Если уж приглашаем, то, наверное, это какой-то особенный случай. Вот как в этот раз мы пригласили к нам атакующего полузащитника, наверное, вот так правильнее будет сказать, атакующего полузащитника национальной сборной и казахстанского клуба «Каспий» Дмитрия Подстрелова. Привет, Дим! Давай сразу к вопросам, пока мы обсудим, я думаю, казахстанский чемпионат. Как правильно, казахский или казахстанский? Казахстанский? Ну, я не знаю, или казахский. Я, честно, не знаю. Я никогда даже не задумывался по этому поводу. Давай будем называть казахстанский. Вот смотри, полгода ты уже там пробыл, в Каспии. Какое-то время вы в Астане, в Алматы жили, наверное? Да, в Алматы, да, первое время, да. Теперь в Актау. Объясни нашим зрителям, почему все говорят, что казахстанский чемпионат на голову сильнее нашего. Так ли это вообще? Ну, не сказать, чтобы прямо на голову, но я думаю, больше за счет легионеров. То, что есть, ну, разница, но минимальная условно. То есть, я не сказал бы, что казахстанский чемпионат намного выше белорусского. Мне кажется, они плюс-минус равны. То есть, если убрать легионеров, то мы примерно на одном уровне будем. Белорусский, казахстанский. Ну, ты же не можешь так прямо вот так явно сказать, что вот так или вот так. Но большой однозначно разницы нет. То есть, примерно равные лиги. Ну, может быть, чуть-чуть выше сейчас, я же говорю, казахстанский чемпионат за счет легионеров. Не так давно сборная Казахстана нас очень удивила. И в матчах калификации к чемпионату Европы. И до этого в Лиге нации мы играли в одной группе. Вот этот менталитет казахов, он какой-то очень необычный. Вырывают на последних секундах, обыгрывают сборная, которая, по факту, казалось бы, сильнее. За счет чего? Вот ты заметил эту разницу? Да, конечно. Вот сейчас, особенно последняя игра, доказала то, что у сборной Казахстана есть характер. И очень, как бы, как сказать, грамотно себя повели. То есть, при таком счете не стали опускать руки. И играли до конца. И добились результаты. Это, конечно, был, как сказать, фурор. То есть, все это видели. И это очень достойно было. Всегда мы интересуемся у наших ребят, которые уезжают за рубеж. Как они обживаются на новом месте? Ты можешь рассказать, где ты живешь, с кем? Как обстановка, собственно, у вас? Ну, как, как бы, казахстанцы, как бы, я, сейчас мы базируемся в Актау. Как бы, хороший город, курортный, как бы, там, только что очень жарко, конечно. А так, все хорошо, там, тренируемся, работаем, играем. На море уже удалось побывать? Да, да, конечно. Мы там уже, как, два месяца, даже больше. И, как бы, там, да, хорошо, нормально. Есть ли какой-то определенный подход в тренировках, который отличается от того, что было в Беларуси? Ну, то есть, можно, конечно, говорить о том, что каждый тренер индивидуален. Ну, вот, может, и в казахском футболе есть какая-то определенная специфика? Ну, да нет, не сказал бы, тоже, как и в Беларуси, все, я не знаю, как и в других командах. То есть, там, все по-стандартному, разминка там, и все, и пошла, ну, пошла основная тренировка. То есть, как бы, ничего такого не выделю. У каждого тренера есть какие-то свои просто видения, какие-то свои упражнения, какие-то свои мысли. И просто, ну, как бы, мы их реализуем, и за счет этого, как бы, и происходит тренировочный процесс. В Беларуси у тебя как-то почаще, кажется, удавалось отметиться результативными баллами. Пока что у тебя за эти полгода в Каспии один гол, если я правильно понимаю. Да, один плюс один. Один плюс один, ну, вот уже, уже лучше. В Актау играет немножко в другой футбол, именно Каспий. Но есть же и те команды, которым очень тяжело противостоять, правильно? С кем тяжелее всего игралось? Ну, по мне, так, с Астаной я еще пока не играл. Ну, с Ордобасами, наверное, такая вот, одна из таких тяжелых игр была. Но так, примерно, все команды равны в Казахстане. Я бы не сказал, что кто-то, вот, какая-то команда выделяется прям, ну, явно, и прям, там, они лидеры. То есть, там каждая команда, даже, если посмотреть по турам, по играм, каждая команда забирает у каждой очки, и это нормально, и, как бы, и там все команды плюс-минус равны. То есть, нет прям такого явного лидера, который выделяется, и там, и все, и всех там крушит, ну, без вариантов. Так я бы сказал, что плюс-минус равны чемпионаты, и каждый, может, у каждого от обраточки. В этом году в чемпионате Казахстана, там, около 18 футболистов из Беларуси, если не ошибаюсь, очень много. Можешь ли ты нам подсказать, объяснить, чем вот этот чемпионат наших футболистов так привлекает? Почему они туда едут, вот, как будто не задумываясь? Ну, честно, я даже не знаю, не могу говорить про всех, как могу сказать только за себя, что я хотел попробовать что-то новое. Я же говорю, казахстанский чемпионат, как бы, хороший, и даже сейчас, там, по сборной, то, если посудить, то и сборная, как бы, хорошо выступает, и для чемпионата это тоже хорошо. И попробовать там себя, как бы, вообще, в новой лиге, в новой команде, ну, попробовать чуть поменять обстановку, и почему нет. Ну, вот, я вот, у меня вот такие были мысли, и, как бы, все-таки, Каспи там и в начале сезона была, как бы, и сейчас команда с амбициями, и себя попробовать там, почему нет. Перейдем уже ближе к Беларуси, собственно, от Казахстана. А ты уже наблюдал за ситуацией, которая произошла с Шахтером, и не только с Шахтером, уже за рубежом. Что ты почувствовал в тот момент, когда узнал, что, мол, так и так в прошлом сезоне, в последнем матче, в последнем туре с Белшиной, оказывается, ты играл в том матче. Да, да, да. Ну, ты заметил что-то вообще, что Белшина вдруг начала сдавать этот матч? Честно, я вообще, я очень был удивлен, вообще не понимал вообще, что происходит, и вообще, что к чему. Честно, я очень был в шоке вообще от этого, как бы, и, как бы, и очень переживал, во-первых, за ребят, которые там, ну, остались в Солигорске. Я не знал, что вообще будет происходить с клубом, и, ну, вообще, почему это, то есть, очень много было вопросов к этому, и мало ответов. То есть, ну, уже как есть, сняли очки, и, как бы, сейчас даже, если смотреть на «Шахтер», то есть, команда в очень хорошей форме показывает очень зрелищный футбол, с множеством голов, и, я думаю, что, ну, людей из-за этого, условно, на футбол точно ходить меньше не будет. И, я думаю, они выберутся с этой ситуацией и покажут себя с лучшей стороны. Ну, и тогда перейдем непосредственно к сборной. Впереди июньский матч против Израиля и Косова. Прошлый сбор ты пропустил, но, я думаю, следил за игрой нашей команды. Не будем вспоминать игру со Швейцарией. Поговорим о Румынии. Практически равная игра, и во втором тайме мы забили. Как думаешь, чего нам тогда не хватило? Может быть, какой-то, не знаю, вот, скорее всего, может быть, очень хотели набрать очки, и как-то, так сказать, не переналовались, как-то вот слишком закопрещены были, вот, зная, что вот нужно перебороть вот это, что вот это такая серия неприятная, что нужно и, как бы, ну, это, естественно, это чуть давит на футболистов, и они понимают, что нужно набрать очки, чтобы и пошло, 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 и чтобы выбираться из этой ситуации. Я думаю, вот, чуть вот этого, какой-то вот, может быть, не концентрации, а, как сказать, вот чуть-чуть такой вот, как в собранности в конце, и я думаю, все было бы нормально, но как есть, так есть. Вот как раз-таки об этом качестве, в отличие от Шахтера, в Казахстане ты, наверное, больше это прочувствовал, когда команда не побеждает тур за туром, и приходится выбираться из такой ситуации. Закалило ли это тебя? Да, конечно, это все-таки, ну, я думаю, что как-то больше психологически давит на тебя вот это, то, что ты не можешь там набрать очки, не можешь выиграть, и, я же говорю, это вот дело, как сказать, одного матча. То есть, перебороть это, выйти на максимум, выложиться и выиграть, и все пойдет, я думаю, в гораздо лучше сторону, и все поменяется мгновенно. Легионеры приехали чуть раньше, 6 июня в том числе, и ты уже наверняка успели с тренерским штабом более-менее обсудить предстоящие матчи, что говорит Петрович, Кондратьев, что говорят остальные тренеры, на что нужно обратить внимание? Да, ну, мы только прилетели, да, вот две тренировки провели. Конечно, все понимают, и тренерский штаб, и главный тренер, и мы, что надо набирать очки. Если мы не будем набирать очки, типа ничего хорошего с этого не получится. То есть, все понимают, что мы едем туда за очками, и сделаем максимум для этого. Я думаю, тут даже, ну, как бы говорить ничего не надо, и так это все понимают. Ну, действительно, тут и говорить больше не о чем. Спасибо, Дима, отличное интервью, я считаю. С нами был Дмитрий Подстрелов, атакующий полузащитник футбольного клуба «Каспий» из Казахстана и, собственно, атакующий полузащитник национальной сборной Беларуси. Ну что, мы совсем скоро с вами снова встретимся. Смотрите «Ясно о футболе». Спасибо. Спасибо.